Олег Саакян, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, Радвить. Это взаимно. Накануне прозвучала серия заявлений из разных стран о том, что они своим оружием разрешают Украине бить по территории России. И такие заявления прозвучали из Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии и Канады. Но вот есть один нюанс. Ни одна из этих стран не поставляет Украине вот то оружие, которое может нанести значительный ущерб России в случае ударов по ее территории. Тогда к чему эти все разговоры и заявления? Ну почему же часть этих стран предоставляла нам самоходные артиллерийские установки, например, и они могут быть применены. Ну и часть также являлась частью коалиции по предоставлению гаубит 777-х. Часть предоставляла другую технику, которая применяется и малой, и дальности артиллерии. Ну имеется в виду те же минометы, так и артиллерию, то что было сказано. Поэтому на самом деле есть от этого результат и для конкретного вооружения. Ну понятное дело, что по количеству и по качеству вооружения, которое предоставлялось как раз с точки зрения огневой мощи, то Соединенные Штаты занимают несомнительно первое место. И конечно без разрешения штатов применение оружия крайне ограничено. И номенклатура, и собственно возможно поражающая сила Украины при этом. Поэтому, конечно, очень важно сейчас получить подобное решение Соединенных Штатов. Судя по всему, в Европе оно вызрело значительно раньше. Во много потому, что Соединенные Штаты выпали на полгода с поддержки Украины из-за парламентского кризиса. Им в полную воспользовалась Российская Федерация для того, чтобы убедиться в собственной иллюзии о том, что им удастся додавить военным путем ситуацию. И для того, чтобы стать более нахальными и попробовать теперь повоевать через границу Харьковщины, потенциально Сумщины. Там, где они могут доделать собственные территории. И ведь так они находятся под защитой вот этой нерешительности Запада в возможности ударов носить ответы в удар по территории России и Украины. И в общем-то Европа, которая полгода эти также наблюдала за парламентским кризисом в Штатах, была вынуждена взяться за голову и большую решительность себя развить для защиты европейского пространства, европейской безопасности. И вот парадоксальная ситуация. Штаты вернулись через полгода, Россия более нахальная и нахрапистая, Европа более решительная. Штатам приходится догонять ситуацию, в частности, ту, которая сложилась на линии фронта. Поэтому я думаю, что это вопрос дней и недель, когда Штаты либерализируют. Я не думаю, что мы получим полноценное разрешение в виде чека без вписанной суммы, когда все удары по российской территории будут приемлемыми. Скорее всего, появятся определенные условия по расстоянию, по типу вооружения, по типу целей, по каким-то еще другим переменным. Но, тем не менее, я думаю, что этот шаг будет сделан Штатами достаточно быстро. Европа здесь поддавливает, и Штатам нельзя потерять свое лидерство, ведь так или иначе процесс пойдет без них. Ну, действительно, если говорить о дальнобольных ракетах, три страны поставляют нам их. Это Штаты, Британия и Франция. Вот Британия и, в частности, Кэмерон сказал, что Украина может распоряжаться своим оружием, их оружием на свое усмотрение. Вот по поводу Штатов хочу уточнить еще. Вашингтон-Пост написал, что Байден рассматривает такую возможность и, как один из аргументов, как способ наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве. То есть, может и это сыграть свою роль? Я думаю, что это уже выбор бухгалтерской проводки, как, собственно, оправдать и пояснить данное решение. И с точки зрения избирательной кампании в Штатах, где антикитайские настроения, безусловно, достаточно сильны и традиционно их возглавляет Трамп. Соответственно, Байден сейчас, когда они борются уже за остатки электорального поля, ему важно также нарастить свои антикитайские мышцы и, соответственно, показывать, что вот именно он эффективно противостоит Китаю. Не на словах, как Трамп, а действиям. Поэтому, конечно, это актуализируется. Действительно ли это связано с тем, что Китай делал некие шаги по поддержке России? Я думаю, что пока что останется загадкой. В ответ, не в ответ. Очевидно, что Китай, конечно, выступает точкой поддержки России. Какой степенью? Судя по заявлениям Китая, по проявлениям, скажем, в международной торговле, то Китай не переходит линии в военной поддержке России. Однако он может торговаться этим, и это не говорит о том, что Китай не прощупывал, например, тайные некие поставки каких-то отдельных позиций для того, чтобы посмотреть реакцию Запада. Поэтому, возможно, действительно, Байден таким образом реагирует. Только тогда интересно, как это совпадает во времени с наступлением России на Харьковщине. Значит, это не реагирование сразу же после действия Китая, а это все-таки, скорее, повод, нежели действительная причина. Причина, она в другом. Но вот США готовы ужесточить санкции и контроль экспортный, чтобы прекратить китайскую помощь России. Об этом вот заместитель советника Белого дома по нацбезопасности международной экономики заявил господин Сингх. Вот на ваш взгляд, какими могут быть эти новые санкции, ужесточенные, которые действительно могут ударить по Китаю и по России? Ну, ключевой это финансовый контроль, более жесткий. Во-вторых, это больше контроль за продуктами двойного назначения и, соответственно, санкционное давление на третьи лица, которые передают, выступают посредниками. Например, нарушение правил поставки, если оказывается данная продукция у подсанкционной страны, может приводить к тому, что эти компании будут в черном списке, либо с ними не будет вестись торговля, лица, которые стоят за этими компаниями и прочее. То есть, таким образом, фактически санкционирование за то, что эти компании выступают либо правительство прокладками для поставок в Россию. Уж сейчас могут сказать, что мы поставили компании X в Китай, а что они дальше делили, мы не отслеживали и не обязаны корпоративный сектор это отслеживать. По отдельным позициям, конечно, такая разведка уже проводится, но я думаю, что она может быть еще более углублена и санализирована. Также это отдельные технологические другие цепочки, которые могут быть крайболезненными и Китаю, и России. Единственное, что здесь надо понимать, что с Китаем также есть целый ряд созависимостей у Запада. И в чиповых позициях, и в редкоземельных металлах, и во многих других продукциях, которая является критической для западных рынков и западных обществ. И, соответственно, говорить о том, что на Китае можно надавить просто односторонним порядком, также достаточно сложно. У Китая есть также болевые точки Запада, которыми он может торговаться. И, соответственно, здесь все-таки есть определенный уровень паритетности и определенные линии, за которые сейчас западная коалиция и Соединенные Штаты зайти не смогут с точки зрения решительности в действиях по принуждению Китая к неподдержке России. Вот Вашингтон-Пост пишет, что китайский лидер Си Цзиньпин в 1922 году отказался от прямых поставок оружия России после разговора с президентом США. Тогда Байден предупредил Китай, что Штаты отреагируют на помощь России. Это вызвало гневный ответ Си, который спросил, не угрожает ли ему Байдену. После этого началась тихая, тайная помощь России. Как полагаете, действительно ли тогда Китай был готов к прямым поставкам в Россию? Я думаю, что тогда была кризисная точка, в которой Китай мог занять такую позицию, но я не уверен, что Китай был готов к ней. Для Китая был более или менее приемлемым вариантом, если Россия быстро побеждает. И, соответственно, тогда мир еще не опомнился, еще не выработал иммунитет. Подобная российская агрессия условно повторяется кейс Грузии. И, соответственно, для Китая стратегические риски не возрастают, хотя определенные турбулентности и негативные издержки, конечно, для Китая были не сильно приятны. Но они были бы приемлемы. Китай был бы выгодополучателем от того, что Запад продемонстрировал очередной раз, что они не способны противостоять наглой силе. Но как только война пошла в затягивание, то стало понятно, что Запад находит антидоты, Украина проявила свою стойкость. В общем-то, Украина стала Чехословакией 21 века, которая решила обороняться. И, соответственно, дальше уже не мутнинский сговор, ничего другого стало быть невозможным. И вот с этого момента для Китая поддержка России уже стала очень токсичной. Ведь важно было не попасть под общий пакет действий относительно России, чтобы Китай там не был через запятую. И чтобы, собственно, это не распространял на Китай все издержки от неподготовленной, неудачной агрессии Российской Федерации, где она переоценила себя и недооценила Украину и мир. И, соответственно, с того момента, я думаю, что Китай уже сознательно абсолютно отказывался от именно военной поддержки России и того, что может быть продемонстрировано как поддержка российской военной машины, а не российского государства, экономики, финансов, прочего, энергетики. И вот тут, вероятно, уже дальше слова Байдена были не нужны. Но в кризис на момент 22-го года я также склоняюсь к мысли, что без позиций Соединенных Штатов ситуация могла бы развиваться иначе. И, возможно, Китай, даже если бы не своими руками, то через свои прокси так или иначе мог бы начать некие поставки вооружений Российской Федерации, поскольку для Москвы это было очень критичным. Еще о Трампе хочу спросить. The Washington Post пишет, что Трамп во время сбора денег на компанию свою заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве. Но мы же помним, что при его президентстве как раз РФ оккупировала Крым украинский. Что это за заявления такие? Все-таки Крым происходил больше при Обаме, поэтому тут скорее надо к администрации Обама предъявлять те или другие претензии или наоборот относительно бездействия Соединенных Штатов того периода. Но все же, если говорить о Трампе, то очень важный момент с тем, что он такое заявление хоть и в проброс, но делает. Давайте несколько аспектов. Первый аспект. Прежде всего, это не программное заявление Трампа. И относиться к нему серьезно, конечно же, не стоит. Это было в общении со спонсорами и лишь одной темой, которую он абсолютно побежно, пробегая по ней, захватил нескольких предложений. И уже журналисты это подняли в массы и, соответственно, сделали из этого некий инфоповод. У него это было лишь через запятую. Но то, что он именно этой риторикой хотел поразить спонсоров и продемонстрировать им свою решимость и, соответственно, заполучить их симпатии и их кошельки, это очень показательно с точки зрения того, как поменялся тренд в Соединенных Штатах. Поддерживать Украину сейчас – это правильно. А не поддерживать Украину – это токсично. Ситуация полгода назад выглядела буквально диаметрально противоположной. Россия очень много усилий укладывала и применяла для того, чтобы это так и оставалось. Но тренд поменялся. И вот это, как по мне, самый важный элемент, что Трамп именно этим решил поразить и выиграть симпатии своих спонсоров. Относительно его заявления, они всегда были сумбурны, всегда несистемны. И завтра он может поменять свое мнение, диаметрально противоположное. Поэтому и страхи с приходом Трампа, и риски, они как раз и связаны с его несистемностью. С тем, что он может спровоцировать инфрациональный кризис в Соединенных Штатах. С тем, что он может менять свое решение с утра до вечера, с вечера на утро, кардинально на 150 градусов. И с позиции, что «А я вам ничего не виноват и, в общем-то, ничего не обещал. И так, как считаю, так и считаю, так и буду делать». Национальные любые предохранители от Трампа являются от слабоэффективных до, собственно, вообще неэффективных. Он не пророссийский политик. И это было продемонстрировано как раз тем, что при Трампе мы впервые получили летальное оружие, поставка которого нам была заморожена как раз администрация Обамы. Но при этом Трамп также является вот этим сумбурным политиком, который может иметь эффект кирпича в стиральной машинке, включенной и просто разнести в щепки американскую политическую систему. В частности, из-за трампистов и его позиции полгода Украина была без вооружения. Приложились к этому и часть демократов, безусловно, и в целом американский политикум. Но прежде всего сдетонировали данный вопрос и злоупотребили в интересах электоральных, внешнеполитическими и государственных интересах Соединенных Штатов именно трамписты. Замминистр финансов США в Киеве на повестке дня переговоров. Это поддержка Украины со стороны Штатов, усиление санкционного давления против России и усилия, направленные на получение прибыли от замороженных активов России. В Европе уже утвердили, что передадут доходы от актива в РФ в пользу Украины. А на каком этапе этот вопрос в Америке? Соединенные Штаты здесь выступают лидером и подталкивают западную коалицию к тому, чтобы арестованные российские активы были использованы для поддержки Украины. В этом видится и сильный шаг электоральный для Соединенных Штатов внутри Байдену. Заявит, что Европа платит и Трамп не прав. Весь мир платит, а Штаты заставляют весь мир действовать так, как необходимо в поддержке Украины, для того, чтобы защитить и себя, и весь мир, а не только на деятельность Соединенных Штатов. Это важно с точки зрения, конечно, финансовых издержек. Это действительно возможно Штатам их уменьшить для себя. Ну и третье, у Соединенных Штатов здесь наименьшие риски. Ведь большая часть мировых денег все-таки запаркованы и находятся в Европе. И даже если мы говорим о российских, то 90% этих активов арестованы как раз в Европе. И большая часть из них, абсолютная часть в Бельгии. И, соответственно, для Соединенных Штатов принятие такого решения не несет в себе, а не просто по объему тех денег, тех рисков, которые для Европы, а не с точки зрения утраты и отплыва денег всех других колеблющихся режимов, для которых создастся негативный прецедент. А вот в Европе как раз, если российские деньги просто конфисковать, отобрать, то дальше пойдут за ними арабские деньги, пойдут азиатские деньги и другие, которые начнут выводить из Европы, боясь обоснованного того, что в случае, если они совершат военные преступления, то и их деньги будут конфискованы. И прецедент уже создался. А мы понимаем, что целый ряд этих режимов далеки от демократии и от ответственного внешнеполитического поведения также часто находятся на достаточно большой дистанции. Соответственно, Штаты здесь выступают лидерами. Но лидерами во многом из-за внутренних политических процессов и из-за меньших рисков для себя, чем в Европе. Давайте перейдем к грядущему саммиту мира в Швейцарии. США примут там участие, об этом в который раз заявили в Белом доме. Но несмотря на эту такую всестороннюю поддержку со стороны Вашингтона, там до сих пор не говорят, будет ли представлять Штаты лично Байден, как-то его просит Украина. Как Вы думаете, в чем проблема? Он сомневается или его окружение сомневается? Или ждут в Америке пока окончательного списка всех согласившихся участников? Я думаю, что сознательно держат интригу в зависимости от того, насколько для Байдена это будет статусным участие там. Будет ли кто-то из других лидеров? И, соответственно, сможет ли Байден это преподнести как электоральную победу для своего избирателя участие там? Это, конечно, один из факторов. Хотя я не сказал бы то, что именно политтехнология в данном случае является ключевым фактором даже избирательного процесса. Ведь второй важный момент – это спонсорская встреча в Штатах. И никуда не деться, но избирательная кампания уже на финишной прямой. И, соответственно, каждый день, каждый час кандидата он дорого стоит. А своя рубашка к телу всегда ближе и для Трампа, и для Байдена, и для любого другого кандидата во время кризисной избирательной кампании в Штатах. Там сейчас не выбирают лидера симпатий. Там сейчас идет хорошо известное нам в Украине голосование за наименьшее зло. Когда Байдена поддерживают значительную часть избирателей как меньшее зло по отношению с Трампом, а Трампа как недопущение катастрофы, в кавычках, в виде Байдена, по их мнению. И, соответственно, в этих условиях каждый пол голоса и каждый пол процента, не говоря уже о проценте, двух являются полем колоссальной битвы. И для Байдена участие в мероприятиях спонсорских, в Голливуде, со звездами кино и не только Средних Штатов является, конечно, нерядовым событием и очень важным. Поэтому будет соизмеряться все до последнего момента. Я думаю, что шанс того, что Байден таки примет участие в саммите мира, возможно, ограничено по времени, на открытии, например, на каком-то одном раунде и потом улетит, так же остается. Я бы не списывал полностью его участие. Интрига будет до последнего момента. Решение будет приниматься уже на финишной прямой. Еще один саммит, саммит НАТО, который будет в Вашингтоне 9-11 июля. Там вот обсудят перспективы членства Украины в Альянсе, но до приглашения не найдет. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. И вот она сказала, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к НАТО и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине. О каком сигнале идет речь? О движении по пути синхронизации с НАТО, о том, что Украина будет членом НАТО и этот консенсус есть среди стран Северноатлантического альянса, но на сейчас не готовы сделать политический шаг. На самом деле еще со временем Вильнюсского саммита, на следующий день после того, как он закончился, было абсолютно понятно, что и в Вашингтонском саммите Украину не пригласят. И об этом, в частности, я заявлял, наверное, более сотни раз в украинских и не только эфирах, не вызрела позиция в Вашингтоне прежде всего. Дальше уже Берлин и другие столицы, в которых этот уровень решимости меньше, но и их вес политический внутри НАТО все-таки поменьше будет. Несмотря на то, что 90% стран Северноатлантического альянса на сегодня поддерживают членство Украины и готовы были бы сделать это приглашение, но, прежде всего, Вашингтон не дозрел до этого и не готов политически. Соответственно, рассчитывать на то, чего невозможно получить, и то, что невозможно на сегодня, было бы крайне инфантильным и, наверное, деструктивным. Ведь таким образом мы создаем ложные ожидания, а потом мы можем разочаровываться. Не стоит разочаровываться. В данном случае все очень даже нормально. Для нас сейчас важно несколько аспектов. Первое. Демонстрация движения в этом направлении, что мы не откатываемся, что мы не стоим на месте. И, заметьте, риторика НАТО сейчас построена в оправдательной манере фактически. Они говорят, нет-нет-нет, конечно же, да, и бомбуют сигналы и прочее. Это уже хорошо, и для Украины это важно на пути в НАТО. То, что теперь четко мяч на стороне поля Северноатлантического альянса, и понятно всем, и они несут ответственность и признают ее за то, что это политическая составляющая, и она у них. Второй момент. И раз не можете сделать такой решительный шаг, то дайте что-то тяжелое в руки. То, что сейчас будет для Украины важно. Если бы Украина получила сейчас приглашение, ну, оно может тянуться еще очень-очень долгие годы. Для нас, для ситуации на фронте, собственно, это не создает никаких дополнительных возможностей ни с точки зрения обороны Украины, ни улучшения наших позиций, ни дипломатически никаким образом. Соответственно, если сейчас мы получим фонд на 100 миллиардов дополнительно к существующим деньгам, которые выделяются на несколько лет, продолжительностью, это будет очень хорошее решение. Если мы получим разрешение бить по территории России в контексте сейчас, в частности, разговоров о подготовке саммита в Вашингтоне, это тоже достаточно хорошо, если мы конвертируем в подобное решение. Если при этом мы получим дополнительные программы сотрудничества, подготовки войск, финансы на эти программы, обмены разведкой, обмены военно-промышленными комплексами развития их совместных с НАТО, большую решимость и координацию внутри НАТО в рамках Рамштайна и поддержки Украины уже в заявленной рамкой решительности, в частности, генеральный секретарь НАТО заявил о том, что Украина должна иметь возможность отвечать по российской территории. Это уже хорошее изменение в рамках самого НАТО. Если при этом НАТО подобные же позиции будет исповедовать при координации формата Рамштайн, что обезопасит от неполитической ситуации в Соединенных Штатах его, то это тоже хорошее решение для нас. У нас может быть целый ряд сейчас твердых и понятных решений, которые будут помогать ситуации тут и сейчас. И они во многом пойдут как раз в замену тому, что НАТО абсолютно сознательно в том, что они могли бы и должны были бы, но не готовы сейчас пригласить Украину в свой состав. Эммануаль Макрон встретится с Владимиром Зеленским 6 июня в Нормандии. Об этом сообщает ряд французских СМИ. И по их данным Макрон может представить Зеленскому планы по размещению французских инструкторов в Украине. Как оцениваете такую вероятность и вообще планы разместить иностранные инструкторы в Украине? Россия ведь непременно за это ухватится и будет реагировать на такое? Безусловно, а Франция сейчас, рассматривая подобные решения, реагирует на действия российского церкви. Это и является уже определенной шахматной доской общей европейской безопасности. И того, что вопрос российско-украинской войны, это не просто вопрос того, где линия фронта сейчас пролегает между Россией и Украиной, либо того, какие ультиматумы выставляет Россия, или какие требования выставляет Украина, какие предложения и, в общем, позиции заявлены сторонами, агрессором и жерплой. Нет, это вопрос о том, какой прецедент для европейской безопасности будет создан. И, соответственно, Европа в контексте российско-украинской войны выходит безопасным местом, либо местом, где разгорается новый планетарный конфликт. Вот хотите третья мировая, хотите глобальная война, кто-то скажет, что это уже четвертая мировая. Ну, в общем, по-разному историки смогут назвать данное возгорание конфликтов, поскольку, мне кажется, оно будет носить децентрализированный характер, если состоится. Но, тем не менее, это всем понятно, что будет как минимум континентальная, а как максимум глобальная война. И, соответственно, именно эта судьба мирового порядка решается сейчас в Украине. Ведь Российская Федерация напала не только на Украину. Российская Федерация напала на международное право и силу права в Украине. Поэтому мировое, имеется в виду, напала в Украине, подмывая его. И, соответственно, сейчас важно и Западу держать также свою линию фронта дипломатически, держать ее на поддержке Украины на полях физического фронта, информационной и других плоскостях. И вот Макрон делает этот решительный шаг. Отошлют ли инструкторов или нет, пока большой вопрос. Но для того, чтобы эта карта появилась на столе, необходимо иметь возможность это сделать. Ведь сейчас, когда Макрон заявляет, мы инструкторов можем рассмотреть их отправку в Украину, то в Москве сразу же на это могут реагировать. Ну да, отправляйте хоть завтра. Вы готовы? Нет, не готовы. Ну так тогда давайте этот вопрос убираем. Потому что мы готовы прямо сейчас, например, ударить куда-то, либо отправить войска куда-то и взять в Нигере, например, разместить дополнительные контингенты и дать возможность прокси-силам стрелять, например, по французам, либо западной коалиции, находящейся там. Вот для того, чтобы эта карта появилась, необходимо все подготовленные работы сделать. А дальше будет она отыграна в отбой, просто взамен на то, что Россия чего-то не сделает, либо она будет заявлена на столе и отыграна как действие. Это уже вопрос дальше. Другой идея, что для Украины в военном плане это мало что поменяют. И на следующий день после того, как прибудут, например, инструкторы, ситуация в военном плане не изменится раздельным образом. Это скорее геополитический шаг. Да, это будет скорее сигнал, вот как я понимаю. Олег, заканчивается у нас эфирное время. Спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И за этот разговор Олег Саакян, политолог, был с нами на связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.